У каждого есть 5 копеек и 2 минуты. Вот мои 5 копеек за 2 минуты. Хей, с вами Гранд Кардон, автор бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс и бизнес-эксперт номер один в Твиттере. Сегодня я хочу поговорить с вами о работе. Слышали такую концепцию «богачи тяжело не работают»? Я постоянно это слышу. Богатеям вкалывать не приходится. Богатые люди так тяжело не работают. Богачи — ловкачи. Вы, должно быть, шутите? Богачи только и делают, что отдыхают на круизах. Неправда. Богатые люди не только отдыхом заняты, и они не мотаются по круизам. Индустрия туров и круизов полностью ориентирована на средний класс, не на богачей. Вам может и не понравиться следующая концепция, но я не собираюсь скрывать от вас правду. На днях вышла статья, и вот что там написано. Одним из самых спорных вопросов, связанных с темой классового неравенства, является вопрос трудозатрат. Эта концепция рассказывает о том, почему богатые богатеют, а бедняки или средний класс постепенно скатываются в пропасть. Именно поэтому я поднял эту тему. И говоря о среднем классе, я хочу спросить вас, разве вы не видите, как он буквально тает на глазах, исчезает бесследно? Границы среднего класса уже практически стерлись. Я сам вышел из среднего класса и прекрасно вижу, что происходит с ним сейчас. Все эти постулат, на которых основывается средний класс 20, 30, 40 лет назад, теперь не работают. Теперь действуют другие законы. Например, нужно работать изо всех сил. Согласно устаревшей концепции, работать тяжело не обязательно, главное работать умно. Если вы работаете с умом, налаживаете нужные связи, вы разбогатеете. Нет, это уже не так. Вот что я нашел в другой статье. Работают ли богатые больше других? Согласно последним исследованиям, американцы с лучшим образованием и, соответственно, с большим доходом, гораздо больше времени проводят за работой, чем за отдыхом, в отличие от их более бедных соотечественников. Так утверждается в исследовании. В нем также говорится, если мы нарисуем график доходов, то график свободного времени или времени, которое тратится на отдых, станет его зеркальным отражением. О чем это говорит? О том, что люди, которые меньше зарабатывают, проводят больше времени за отдыхом? Почему? Потому что вы заблуждаетесь. Вам внушали утопию, миф. Вам внушали концепцию того, что жизнью нужно наслаждаться. «Ну, знаешь, я хочу наслаждаться своей жизнью, хочу получать удовольствие от каждого дня». Богатые люди так не рассуждают. Самые успешные люди думают не о жизни в удовольствии. «Хочу получать больше удовольствия». Они думают о роскошной жизни. Они думают о настоящем успехе, о том, как сорвать по-настоящему большой куш, а не о крохотном двухдневном отдыхе. И что они делают? Они предпочитают вколовать большую часть жизни, чтобы потом, заработав состояние, позволить себе роскошный отдых на островах по 2-3 месяца. Улавливаете? Работать изо всех сил. Это миф, что работать тяжело не обязательно. Сейчас я работаю больше, чем когда-либо раньше в своей жизни. Но большинство людей работают так, что им кажется, что они и продохнуть не могут. Большинство людей работают так, что им кажется, будто они рабы. А вы запомните одну вещь. Каждый раз, когда вы ощущаете себя рабом, вы должны понимать, что сами позволили кому-то быть вашим хозяином. Понимаете, о чем я говорю? Мелочи. Люди размениваются по мелочам. Люди мотаются по отпускам. Люди тратят впустую время и ничего не зарабатывают. Не будьте такими людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова